Царь Небесный Господи, просим Тебя ради Сына, распятого и воскресшего, благослови наши занятия. Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Сохрани нас в любви, согласии и единомыслии друг о другу. Прибудь с нами в этот вечер, Тебе же славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Первое послание Петра, первая глава, с 20 по 21 стих. «Предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Толкование. «Текста нету» «Нету» 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 «Сейчас... сейчас есть» «Текст появился» «Нету» 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 «И сейчас нету» «Нету» «Нету» «Вот появился» «Думай» «Думай» «Спاح». «Думай» «И сейчас есть» Прежде создание мира сокрыто было до приличного ему времени. Впрочем, оно явлено было и пророкам, которые изыскивали это. И теперь говорит, что предназначенное прежде создание мира ныне явлено или совершилось. И для кого совершилось? Для вас. Ибо для вас, говорит Бог, воскресил его из мертвых. К чему же для вас? Для того, чтобы очистив себя послушанием истине, через Духа, вы имели веру и упование на Бога. Почему очистив? Потому что, веруя в Того, Кто воскресением из мертвых положил начало вашей нетленной жизни, вы и сами должны ходить в обновленной жизни. Гримлянам 6.4. По примеру, призвавшего вас к нетлению. Не смущайся тем, что здесь апостол Петр и неоднократно апостол Павел говорит, что Господа воскресил Отец. В книге Деяний 13.37 и в 17 главе 31 стих. Так говорит он, употребляя обычный образ учения. Но выслушай, как Христос говорит, что Он Сам Себя воскресил. Он говорил, разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его. Евангелие от Иоанна 2.19. И в другом месте. Имею власть, отдать жизнь. И власть имею, опять принять ее. Евангелие от Иоанна 10.18. Не без цели усвояется воскресение Сына Отцу, ибо Сим показывается единое действие Отца и Сына. Я и Отец одно, так Христос говорил. Кто видел Меня, видел и Отца. Тогда ученики спрашивали Его, покажи нам Отца. И мы православные верим в Троицу единосущную и нераздельную. Сущность одна, Бог три еди. Ипостаси три. Как я выше уже говорил ранее, сравнение с Солнцем. Диск, свет и тепло. Также Отец, Сын и Дух Святой. Все это Троица, а там Солнце. Так, вопросов нет по этому стиху. Ну, на что обратить внимание, что прежде создания мира, то есть это уже было предназначено смерть и воскресение для кого? Для нас. Чтобы вы веровали через Него в Бога, а что до этого не веровали до Христа. Получается, что так. И не в простого в Бога уверовавший, а в Бога, здесь запятая, который воскресил Его из мертвых. Даля, дал Ему славу. Вроде смерть поносная, а вознесся-то во славе. И во второе пришествие придет в великой славе. А для чего? Чтобы вы имели веру и упование на Бога. То есть, если Бог воскресил Христа, то и наши смертные дела воскресит. В этом наша надежда православная. Что мы окончательно не погибнем, а надеемся на спасение. И Христос, первенец из мертвых, то есть Он первый воскрес. А раз Он воскрес, то и мы воскресим. Такая вот у нас надежда, упование. То есть, мы надеемся, уповаем на Бога и верим. Они верующие люди. Они не верят, что Бог Христа воскресил. И не верят, что они воскреснут. А раз не воскреснут, то и отвечать ни за что не придется. Твори зло, живи для себя, будь эгоистом. Грать на силу, убивай. Наслаждайся жизнью. 1 Петра, 1 глава, 22-25 стих. Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, а от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек, а это есть Слово, которое вам проповедано. Толкование. Сказав, что христиане возрождены не от тленного семени, но от нетленного, Словом Божиим, живым и пребывающим вовеки, апостол выставляет на вид ничтожность и крайнюю непрочность славы человеческой, побуждая тем слушателя сильнее держаться прежде преподанного учения, так как оно постоянно и простирается навек, а земное скоро и сливает по самому существу. Для подтверждения сего здесь приводится трава и цвет на траве, слабейший по путию, нежели трава. Им и Давид употребляет нашу жизнь в Салме, 102-15 стихе. Показав малоценность славы нашей, апостол снова возвращается к объяснению того, что же именно возродило их Словом Божиим, живым и пребывающим вовеки, говорит, «Это есть то Слово, которое вам проповедано». Отверждает о всем Слове, что оно пребывает вовек, потому что и Сам Господь сказал, «Небо и земля приедут, но слова Мои не приедут». Евангелие от Матфея, 24 глава, 35 стих. Должно знать, что слова к нелицемерному братолюбию нужно читать в таком порядке. От чистого сердца любите друг друга постоянно к нелицемерному братолюбию, ибо окончание дела обыкновенно следует за тем, что производилось для него. А как за постоянной любовью друг к другу от чистого сердца следует нелицемерное братолюбие, «Братолюбие то справедливо, чтобы слова от чистого сердца и прочее стояли впереди, а слова нелицемерное братолюбие после них». Апостол показал преимущество духовного возрождения перед рождением плотским «И выставил на вид малоценность славы смертной, именно что рождение соединено с растлением и нечистотой, а слава не отличается ничем от весенних растений, между тем как Слово Господне ничего такого не испытывает, ибо всякое мнение человеческое скоро прекращается, а Слово Божие не так, оно имеет вечное пребывание. С такой целью у него прибавлено то Слово, которое вам проповедано». Комментарий Игнатий Тихоновича Лавкин «Мнением человеческим может быть все, кроме Библии. Беседовать о спасении с православными невозможно по Библии, ибо у них все построено на человеческих мнениях. Доколе не будет установлен авторитет Библии, ни о каком спасении речи не может и быть. Строящий на временном фундаменте может иметь временный успех, ибо всякое мнение человеческое скоро прекращается, а Слово Божие не так. Оно имеет вечное пребывание». Вопросы. Первую главу прочитали. «Да любите друг друга» – это повеление Христа. И здесь он о братолюбии говорит. Да причем не лицемерного. То есть можно любить и на показ. «От чистого сердца». Чистые сердцем Бога узрят. Как вы можете любить Бога, которого не видите, как-то брата, которого видите, ненавидите. Вот как-то так. А вот… Вот от Слова, понимаете, который вот один человек родился от Слова, и другой родился от этого же Слова. То есть они – братья. И они единомысленные и единодушные. Они роднее даже, чем плоские. Потому что, ну, они так же понимают, так же чувствуют, так же мысль, так же у них отец один общий, духовный. И не просто написано «постоянно любите», не «сегодня любите, а завтра можно не любить». То есть тут нудить себя нужно к этой любви. Почему? Потому что за Него умер Христос. И за тебя. И это вот подталкивает на жертвенную любовь. То есть мы, христиане, должны любить друг друга. Это заповедь Божья. Ну а любовь – это в первую очередь жертва. То есть ты ради ближнего должен жертвовать. Научиться. Где-то уступить. Где-то наоборот возревновать. Если видишь какой-то грех, недостаток. Не промолчать. Вот к этому апостол Петр своих слушателей призывает. И причем это, ну, должна быть любовь не лицемерная. И вот сравнивают эту лицемерную траву. То есть есть слава человеческая. То есть я люблю всех, и вот люди меня за это хвалят. Да Бог повелел, люби. Ты ради Бога и люби, и жертвуй. А не то, чтобы люди про тебя говорили. Вот какой хороший, там, добрый, там, подарки всем раздает. И еще там, в чем любовь заключается. И вот и поплыл человек какой-то. Фильм, притчи православные. Кто может быть смотрел. Там, наверное, женщина, монаху, сделала комплимент. Он проповедь прочитал в храме. Ой, тебе бы книжки, сынок, писать. И смотрели. Смотрели, да. И вот у него голова закружилась. Сразу там нимб такой показанный, как бы он вот так вот зачиславился. А другой монах, ладно, стоять, праздно, пошли работать. Там уголь разгружать или еще что, монахи. Вот. Вот к этому нас, у нас прям сказано, что это написано для нас, в наставлении нам, достигшем последних времен. Хотя апостол Петр-то и не нам писал. Но вот Слово Божие, оно имеет такое свойство проходить через время. Оно постоянное. Пребывающее вовек, вот написано. Вот. И оно уже было вам проповедано. Не новое, что-то не новое какое-то учение, старое. Потому что было всяких, в первый век особенно, очень много. Было ереси различных, новых учений, лжеапостолов, лжеучителей, которые водили за собой. А ради чего? Ради вот этой человеческой славы, чтобы люди их прославляли. Вот от этого нужно опасаться и держаться. Так, ну, вопросов нет по этому. Сравнивает плоть нашу, как трава, что все это временное, что с собой мы туда ничего не возьмем на небо, все останется здесь, все наше богатство, наш тер. Вот. А туда попадет только то, что мы здесь раздали. Нуждающимся, нищим, собирайтесь себе сокровища на небе. Вот это и есть любовь. Раздал нищим, слава твоя пребывает во век. То есть, это как Богу дал кому-то взаймы. Сегодня на благовестии один мужчину разговаривали с вон. Ну, я говорю, это книга евангелия, по которой Бог нас будет судить. Нет, это, говорит, люди написали. Бог будет судить, взвешивать добрые и злые дела. Вот такое мнение у людей. Если добрых дел перевесить, то в рай попадет. Я говорю, это точно в рай попадет. У меня добрых дел больше, чем злых. Откуда человек знает? Ну, такое вот самомнение у него. Пытаюсь как-то его опровергнуть и не слушает меня. Говорю, по Евангелию Бог будет судить, по тому, как написано, как жил человек. А это даже, вот я потом размышлял, вот это вот, есть такая чаша, весы рисует, в суде она, такой символ справедливости, ну, женщина такая, с весами. у людей такое мнение, что вот будут подсчитаны добрые и злые дела. Нет. Я говорю, а вера, так же, вот этого мужчину, верить это у Христа или нет? Ну, он как-то отмахнулся, да, конечно, верой вроде как бы, но я чувствую, что. Да и не простая вера, вера евангельская должна быть у человека. Уже проходили. Да, правильно Павел, праведник, едва спасется, то есть он правду творил, едва. Ну и дальше апостол Павел про любовь сказал, дальше он говорит, как бы вывод такой делает, уже вторая глава начинается с первого по шестой стихи. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к нему камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот, я полагаю, сегодня камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Толкование. И так говорит, отложив всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие. Этими немногими словами, он обнимает все множество и разнообразие зла. Ибо возрожденные к нетленной жизни не должны впадать в сети злобы и предпочитать несуществующее действительному. Ибо зло не есть сущность, но заключается в погрешности рожденной сущности. А большое различие между жизнью самоличной и тем, что только сопривходит к ней. Они, говорит, должны явиться свободными от коварства и лицемерия, и зависти, и всякого злословия. Ибо коварство и злословие далеки от истины и проповеданного вам учения. Коварство ищет погибели обманываемого им. Лицемерие преуспевает в разности с действительностью. Между тем, спасительное учение, которым вы оглашены, преуспевает в противоположном. А какое место в вас зависти и злословию, в вас, которые, связуясь с неразрывным союзом братолюбия, можете не потерпеть вреда ни от какого из разлучающих вас. Что зависть и злословие служат причиной ссоры и взаимной ненависти, этого не знает разве тот, кто не знает печальной истории Каина, который через зависть разорвал братский союз, затем впал в коварство, лицемерие и убийство. В этом читаем в 4 главе книги Бытие, когда Каина убил. А что завистливы и нечисты от злословия, в этом можно удостовериться из примера братьев Иосифа, которые весьма много наговаривали на него отцу своему Бытие, глава 37. Посему, отчистившись от всех этих зол, приступите как новорожденные младенцы, ибо таковых сказал Господь есть царствие. Евангелие от Луки 18 глава 16 стих. И питаясь бесхитростным мучением, растите в меру полного возраста Христова. Висянам 4 13. Ибо вы вкусили, то есть через упражнения в священных заповедях евангельских, вы осязательно узнали, сколько блага это учение. А чувство в деле знания сильнее всякого слова, как и испытываемое на деле приятнее всякого слова. Итак, опытно познав на себе благость Господа, и сами показывайте доброту и милость друг другу, и возложите себя на живой краеугольный камень, человеками отверженный, но Богом почтенный и избранный, и сущий, и пророками предсказанный. Теснее дружитесь между собой через единение любви и сочленяйтесь в полноту духовного дома, немало не заботясь о презрении со стороны людей, потому что ими отвержен и краеугольный камень Христос. Достигнув единомыслия между собой и устроившие из себя духовный дом и приобретшие святое священство, приносите жертвы духовные. И не думайте, что можете приносить Богу жертвы непорочные тогда, когда не храните между собой союза любви. Воздевайте сказано чистые руки без гнева и сомнения. 1 Тимофею 2.8 Как же желающий соединиться с Богом через молитву достигнет всего, когда сам отторгает себя от своего брата через гнев и злые сомнения? Комментарий Игнатия Лапкина. Если бы Феофилакт был среди нас, смог бы он сказать эти слова? Вот такой вот вопрос. Если между нами, между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские или вы? Ссоры, обиды, почему люди ссорятся, почему их мир не берет, чего им не хватает? Кто может ответить на этот вопрос? Не хватает любви, а где его взять? Кто ее может дать? Бога не знает, заповеди его. Бога не знает, да. Да. Бог есть любовь, то есть этот человек не познал Бога, не познал любви. такая песня, баптистка, очень мне нравится. О любви поется. Мы у Бога в многом просим, а просить об одном лишь нужно. О любви, что все переносит, запамят слова. прям если чувствуете, что сердце ваше гневливое или раздражительное, просите Бога дай мне любви. Или наоборот, оно у вас безразличное ко всему. Тоже это плохое состояние души, когда ни до чего нет дела. не хватает, чтобы любить родиться свыше, родиться Бога. Потому что они через грех становятся сынами дьявола. Дьявол есть ложец и человек убийца. А в убийстве какая любовь? Это ненависть. Человек не просто не хочет видеть другого человека. Ненавидеть. То есть он не хочет видеть ненависть в себе включает. Он вообще никогда не хочет видеть. Он хочет убить, чтобы его не было никогда. И самое страшное, что к нам христианам такая ненависть будет от людей. А за что? Сегодня читали Евангелие о Ру. Ладно допустим притча о винограде. Те пришли и требовали плодов. Их убили. Но здесь зовут на брачный пир. На свадьбу. Взяли убили. За что? Что я плохого сделал? Как они будут отвечать? Наталья усатая правильно заметила. Кому много прощено, тот много любит. И становится более ревностным, чем тем, которым прощено мало. до пример апостол павел. более вас всех потрудился. всегда сетовал. Я гнал церковь божью. Убивал может быть не сам лично, но своими руками. посылал кого-то. Но он искренне каялся в этом. Гнал христиан церковь божью. И потом он пишет я более всех вас потрудился. Истинно так. Женщина грешница пришедшая ко Христу тоже плакала омывала ноги его слезами. вот Христос говорит я осудили. О если б ты знал какая грешница к тебе прикасается. Что Христос ответил? Ну вот эти слова которые Наталья написала он ответил кому много прощено тот много любит. Ты же воды мне не дал на ноги. У них обычай такое было. Как у нас в гости приходят обычай говорит проходите руки мойте за стол. А у них проходите ноги мойте и за стол. так наверно это же женщина слезами омыла ноги и волосами своими отюрла. Когда искреннее покаяние когда осознаешь бездну своих грехов из какого болота тебя Господь вытащил конечно чувство благодарности Богу преизобилует и ты хочешь делать людям добро. Потому что твой Господь тебе так повелил который спас тебя из этого рабства страстям и похотям гнусным. так где остановился Идем дальше. 1 Петра, 2 глава, 7-8 стих. Итак, Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла. Камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряясь Слову, на что они и оставлены. Толкование. Неверующим Бог и ныне говорит следующее. Я полагаю вам сегодня камень притыкания и камень соблазна. Он бывает камнем притыкания для неверующих, которые и притыкаются, не покоряя Слову, на что они и положены. Они притыкаются о Слово Евангелия, на что они и положены. На что они и оставлены. Сим не то, говорится, будто они определены на это от Бога, ибо от того, кто хочет, чтобы все люди спаслись, 1 Тимофею 2.4, никак не может быть причины погибели. Но как они сами из себя устроили сосуды гнева, присовокупив к всему еще непокорность, то какое положение сами себе приготовили, в том и оставлено. Ибо если человек, как существо разумное, сотворен свободным, и свободу принуждать нельзя, то несправедливо было бы обвинять того, кто отдает человеку ту именно честь, какую он сам себе приготовил своими делами. Что посеешь, то и пожнешь. Злые дела посеешь, злые и пожнешь. Поэтому Христос назван краеугольным камнем, потому что он обе стены, составляющие духовный дом, то есть язычников и иудеев, соединяет своими объятиями и связывает в одно согласие, уничтожая бесполезные жертвы одних и переменяя в благочестие бесовское сверие других. То есть у... Так, давайте комментарии прочтем. Игнать Тихонович, вот, комментарии на слова Фефилакта, они притыкаются от слова Евангелия. И Игнать Тихонович комментирует всякий раз. Упор делая на необходимость проповедования слова Божьего в Евангелии. Когда читаешь сегодня в прессе о том, как архиереи предпринимают усилия о возрождении духовности, через крестные ходы вокруг границ государства, чудотворным иконам, киорданям на реке устанавливают поклонные кресты и многое другое. Все это действительно имеет вид религиозности. И людям мира сего эти представления, красочные и необычные, очень нравятся. Они снимают фильмы, пишут, фотографируют. Остается неотвеченным один вопрос. Какое отношение это имеет к Богу, к Священному Писанию? Все эти елки, светящиеся кресты, украшения и позолота. Какое это отношение имеет к Священному Писанию? Они притыкаются от слова Евангелия. Повторяю, создана совершенно новая религия, не имеющая никакого отношения к апостолам и не имеющая никакого подтверждения к Священным Писаниям. А все, что не по Священному Писанию, не от Бога, они притыкаются от слова Евангелия. Вот такой комментарий. Все эти елки, про елки вспомнил. Сегодня женщина одна на благовестии встретилась. Вот, задала ей вопрос, а кто вы, откуда я ей ответил. И она говорит, а я вас знаю. Я на елке вот познакомилась с Игнатом Тихоновичем Лапкиным. А мы как раз вот была елка, праздник вроде бы мирской. Новый год. А вот ходили, раздавали Евангелие, и женщина расположилась, и вот взяла визитку. И уж не знаю, позвонит или нет, но хотела бы прийти на занятия. А я пригласил в пятницу, и говорю, приходите, у нас будет престольный праздник, крестозвиженская. Она сразу, ой, 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 стоять долго, у меня ноги больные. Говорит, да у нас брат с ногами больными, он сидит. Ну, чего тут такого нет, мы все с пониманием относимся. Хоть мы и не католики, но здесь ноги больные, что же. Лучше человек, сидя, пусть думает о Боге, чем стоя о коленях, когда молится. Поэтому, как-то так, пригласил ее на занятия по скайпу, она говорит, у меня нет скайпа. Я говорю, ну, ко мне домой приходите. И говорю, вот телефон. И вот сегодня мне Господь положил на сердце. Мы обычно у нас в площади Спартака раздавали Евангелие. И в прошлое, в воскресенье, как-то скучно, все такое народ. А здесь праздник был у нас. Вот. На лыжной базе Динамо был праздник ходьбы, народу, там музыка. Очень стечение народу было. Там припарковаться искали, только минут пять на рынке. Вот. И мы вот вдвоем с сестрой, с Леной Голодыщук. Ну, раздали сколько. Две большие коробки и сумку Евангелий. Вот. И сестра Елена заметила, причем молодежь, Беря, у меня не было такого. Она, говорит, два или несколько, или более раз сказала, что... Это мы как раз хотели почитать. То есть, они только помыслили, пожелали. И тут Бог соблаговарил. И вот Духом Святым послал нас на это место. И вот они получили Слово Божие. Брали люди с благодарностью. Никаких эксцессов в этот раз не было. Мы с сестрой помолились прежде об этом. Потому что нередки бывают случаи на благовестии эксцессы всякие. И нетрезвые люди подходят. Вот. Но здесь, слава Богу, пьяных не было. Потому что был день здоровья. Собралась публика спортивная. Ведущая, так скажем, здоровый образ жизни. Вот. Что характерно, мы... Последние... Ну, в коробках были Евангелии в сумке. Мы пока коробки освободили. Пока сумку освобождали. Вернулись. И уже пол коробки уже стаканчиками... В тот же мусорку я здесь сделал. В эту коробку уже. Мусору там, конечно. Люди приходят туда покушать. Потом потанцевать. Ну, в этот раз как-то повеселее было. Может быть, потому что праздник. Народ такой был. При поднятом настроении. Конечно, очень много людям, которым не надо. Их процентов 95, наверное, там... Отмахиваются. Ну, во всяком случае... Сегодня не было таких вот... Эксцесс. Не гнали нас. Хотя написано. Блаженны вы, когда гонят вас. Ну, и вот сестра заметила, что... Слова... Возьмите в честь праздника Пресвятой Богородицы. Вот эти слова как-то вот... Говорит уж. Может, нельзя так волшебным образом действовать. И на людей, в общем, брали тогда. Не по всей... Только когда... Сначала вроде какое-то смущение было. Брать, не брать. Одна молодая девушка так сильно удивилась, что бесплатно. Она аж прям видно, что у нее глаза круглые, на выкат стали. Прямо на минуту, наверное, зависла такая бесплатно. Так как в электричке раздавали, тоже бесплатные газеты и одна женщина. Сколько я должна материал, там, было какое-то окрещение или опасти, там, газетные такие материалы. Сначала взяла, а потом... Сколько я должна? Бесплатно. Бесплатно? Нет, православные бесплатно ничего не дают, это вы сектанты. Я обратно отдала. Вот. А мы бесплатно раздавали и как-то... Иногда раздаешь, возьмите, смущается, потому что слово скажешь, бесплатно или в подарок. А если бесплатно, тогда давай, я тогда возьму. Вот. Не знаю. Дай-то Бог, чтобы люди читали, тоже об этом помолились. Нашли Бога, как и мы. 1 Петра, 2 глава, 9-10 стихи. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет, некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные. 2 Петра, 2 глава, 10 стихи. По своей жестокости и упорству приткнулись о краевольный камень. Они вошли вместе с ним в состав здания. Вы же через свою благопоконность стали частью царственного священства, как род избранный, как народ святый. И, впрочем, чтобы не расслабить их лишней похвалой. Я бы об этом подумал, ну, прям царственное священство тут лишней похвалой, конечно, отдает. И, чтобы они не подумали, что стали народом святым по наследству, что удостоились такой чести потому, что происходит от Авраама, и никогда не притыкались, апостол, дабы удержать их от такой мысли, прибавляет и говорит. Не думайте много о роде. Вы избранный в царственное священство не ради Авраама, ибо происшедшие от него имели священство, отдельное от царства. Вы, народ святой и род избранный, и назначены в царственное священство не ради Авраама, но ради Христа, который назван и священником по чину Мелхис и Декову. Псалом 109, 4 стих. И царем кротким, праведным и спасающим. Захария 9, 9. Итак, от него, от Христа, имевшего и то, и другое, и священство, и царство, вы, возрожденные через святое крещение, справедливо называетесь и родом избранным, и царственным священством. Это вы имеете по милости его призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет, посему делами света возвещаете совершенство его и прочим людям. Это, говорит, вы имеете по его человеколюбию, посему к вам прилично приложить сказанное. «Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные». Чтобы речь эта не показалась тяжелой, он укоризненные слова приводит из пророка Осии. Итак, возвещайте совершенство его своею добродетелью. А как им возвещать их вопрос? Этому научает сам Господь, когда говорит. «Так пусть светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Евангелие от Матфея, 5 глава, 16 стих. «Люди, взятые в удел, то есть народ, взятый во владение или в наследство. Ибо создание Божие – все, а удел Божий – одни только те, которые удостоились этого за свою добродетель». Да, то есть сегодня читали, что много званых, но мало избранных. То есть создание Божие – это мы все, а удел Божий – только те, которые удостоились, которых Бог избрал за свою добродетель. То есть Бог видит сердца, доброе оно или злое, и Он избирает его ко спасению. Насильно Бог никого не может спасти, если человек сам не хочет. Если я еще говорю раз, человек создан по образу и подобию Божию. У него свободная воля, и Бог не может эту волю изнасиловать. Если он хочет жить во зле, это его выбор. Но зло должно быть прекращено на этой земле временной. По справедливости, потому что Бог справедлив. Оно не может продолжаться вечно. Оно будет уничтожено. Начало этого уничтожения началось на Голгофе. Смерть ее, смерть поправ. А смерть – это же зло. Смотря опять как же, если смерть злодея – это добро. Оно прекратилось. А то, что люди все умирают, ну как жалко. Хочется же, чтобы они жили вечно. И всегда, когда близкий тебе человек умирает, всегда даже Христос, когда друг его Лазарю умер, он заплакал. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Что имеется в виду? Когда это помилование происходит? Кто может ответить? О чем здесь пророк Осия предсказывал? Можно сказать? Конечно. Наверное, во-первых, в уверование в Господа Иисуса Христа, как Спасителя Своего, ну и Крещение вводное. Война Царя Сына и Святого Духа. Что такое помилование? Помилование – это прощение грехов. То есть, я тебя помиловал, я тебя простил. Бог есть Судья. То есть, Крещение написано – спасает. То есть, милует. И Крещение для прощения грехов. То есть, если человек не крещённый, значит, он непрощённый. А я же просил у Бога прощения. Он милостив, но милостив-то милостив. Но Бог, Он оставил такую заповедь. Кому простите грехи, тому простятся. Отдал это прерогатива – прощать грехи людям. И когда Христос говорил, сегодня читали, у нас занятия были, «Прощаются тебе грехи, когда расслабленного принесли к нему». Да Он богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Фарисея возмутили. А Он говорит, что легче – тело спасти или душу. И врачует этого. Расслабленного, тем самым показав, что Он Бог и может не только грехи прощать, но и тело исцелять. Но они не поверили все равно. Даже чудо такое было явлено. Да, то есть, народ крещеный. Крещеные, значит, христиане. Царственное священство. Я так о себе думаю, да какое я царственное священство, Господи помилуй. То есть, излишнее такое восхваление. Но, однако, мы дети Божьи, их Господь нам дал власть называться чадами Божьими. А раз мы Его дети, мы должны и поступать, как дети. Как дети послушные. Как наследники Царства Небесного. И чтобы не потерять это наследство, нам подобает вести себя именно так, как Бог заповедал нам. А как заповедал? Опять же, любить, творить добрые дела, веровать, прославлять Господа нашего Иисуса Христа. Это помнить, как Он нас из тьмы в чудный свой свет принял. Как Он нас помиловал, как Он нас простил. Все это знакомо и близко людям, рожденным свыше, которые пережили вот эту встречу со Христом, это рождение, это покаяние, вот это прощение, когда гора с плеч только после Исповеди спадывает, ты вздыхаешь и реально ощущаешь, что Бог тебя простил. Я не знаю, как у кого, а вот у меня, когда батюшка руки ложит на голову в Таинстве Исповеди и говорит, чадо, прощайся тебе грехи. Меня как Он жаром обдает каким-то и вот как вот золото, очищенное в огне, так вот и ты как бы становишься очищенный. Вот оси 223. Там. Сейчас откроем. Павел пишет. И посею ее для себя на земле и помилую непомилованную, то есть с большой буквы непомилованную, и скажу не моему народу, ты мой народ, а он скажет, ты мой Бог. это о язычниках пророчества. То есть народ это иудеи божии, а непомилованная это вот и язычники были до времени. До времени пока вот это вот ветвь не отпала, природная природная иудеи, а неприродная вот привита. Мы привитые к лозе вот это ветвь язычники. Если природную Господь отломил, вернее они сами отломились, то нам тем паче, потому что мы неприродные, нужно в страхе и трепете совершать свое спасение, дабы и нам не оказаться сухой ветвью бесплодной брошенной в огонь. Вот у кого дачи есть, все знают, что помидоры посынкуют, то есть на них нету плодов и там малину сухую вырезают, яблонь, но нету плодов нету. И у меня вот этот стих тоже родился. Порождение хиднины, сотворите же достойные плоды покаяния. Кто я, ветка сухая, зачем я, ну, нужен вообще, плодов-то нету у меня никаких. Харас нету, гореть мне в огне хоть и крещеный, хоть и верующий, и все. Далее он пишет 11-12 стихи. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плодских похотей, восстающих на душу и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Толкование. У учителей веры есть обычаи к догматическому учению присовокуплять уроки нравственности. Так поступает теперь и святой апостол Петр. Он называет их возлюбленными, а не просто любезными, потому что они приятны ему во всех отношениях, ибо приятны в одном только каком-либо отношении называются любезными, а не возлюбленными. говорит он, что плотские похоти восстают на душу, потому что и по словам блаженного апостола Павла плоть желает противного духу. Галатам 5.17 Ибо желания плоти вращаются около чувственных наслаждений и через стоп обращают память и порабощают душу. Злословящими нас апостол называет злословящими нас апостол называет язычников о днем посещения наследования по законам мира сего. Ибо когда они исследуют нашу жизнь и находят что их понятие о нас противоречит действительности то сами исправляются в постыдных делах своих и таким образом прославляют Бога. Ну не знаю какой тут пример провести как они исследуют как прославляют то они злословили христиан за что злословили а тут видя добрые наши дела начали прославлять. не знаю я какой тут пример привести из жизни даже может у кого-то есть по этому поводу желающий поделиться о злословящих а потом все-таки исправились в постыдных делах своих и таким образом прославляют Бога. кто может примеры из жизни привести что ни у кого не было такого ну наш донский отец Александр поносил и знаете Тихонович а потом же съездил коже сам свидетель тому побыл два раза ну а сейчас опять ты свое мнение да да то есть злословие на время прекратились а потом опять возобновились да сколько сколько злословие в сторону гнать Тихончик конечно ну вот таких сказано блаженный вы когда будут гнать и неправильно злостовить за меня неправильно вот лгут на каждом шагу лгут недавно от прихожан своих услышала что потом он когда съездил в Потеряевку и говорил что этот человек мудрый и грамотный надо читать его труды ну пришло время начальство сменилось и опять другая песня ну вот что начальник скажет такую песню и будут петь понятно сегодня одни у власти когда был Максим епископ как нас гнали все только епископ сменился все заулыбались на лицемеры сейчас опять епископ сменится опять будут поносить своего то мнения нету или оно как ветер колеблется с оглядкой назад как трость колебельное ветром да да то есть надо не на мнение людей ссылаться на слово божье да господи сообщение пришло у сестры Лены Политыкиной дочь резко заболела температура под 40 просят помолиться Полина ее зовут сегодня только в храме было странно так может у кого-то есть вопросы час прошел обычно Игнать Тихонович вопросы задают полчаса у нас такие ходят на вопросы ответы есть вопросы мне сегодня моя паства задала задала такой вопрос а вот по-другому нельзя было что Христа вот так распяли там без тока вот я это даже никак не могу вместить в себя что по-другому нельзя было вот почему так и что ты ответила ничего не ответила да нет там же толкование как раз вернее комментарии Игнати Тихоновича вот она не вмещает это все все там разжевано все расписано хорошо вот Матфея это читает 4 главу но она говорит я никак это не могу понять ну как это вот так можно и еще она говорила по ветхому завету а что нельзя без пролития крови что там животных этих хотя это вроде как прощение это все равно не было через пролитие крови животных они все все ват уходили не могу вместить я объясняла старалась но она говорит я не могу это не вмещается как особенно о христе что бог отец создал сына своего единородного а что по-другому нельзя было как-то придумать я говорю это домостроительство это на веру надо принять так и объясняла по-другому вот всемогущие можно давать да пожалуйста сестра а ты не объяснила ей что бог не человек и слово свое обратно брать не может так же он сказал что возмездие за грех смерт говорила про это что возмездие за грех смерт и что кто должен умереть за грехи а кто умрет если все мы грешные водами я имею дальше надо было ей объяснить так спасибо шестой ну она видимо не вмещает что ну для чего бог придумал что кто должен умереть ну что просто так нельзя простить мне мне понравилось сегодня человек согрешил его бог наказал при этой жизни отморозил ноги ему ноги ампутировали да он принес наказание он покаялся ну допустим пьяница да и вот он замерз окоченел пьяный ему отрезали ноги он больше не пьет он покаялся он понял сознал но ноги у него не прирастут при жизни и мне вот это почему-то так задело то есть есть еще такой термин последствия греха вот а этой женщине как бы ну она не понимает как грех страшен то есть грех это разрыв с богом и бог именно вот такое по-другому никак смерть это самый лучший проповедник никто так лучше не проповедует как смерть чтобы человек покаялся в грехах своих держи ум свой ваади и вовек не согрешишь когда будешь думать о смерти что все дальше ничего уже не сможешь сделать все кончено как говорится близок локоток да не укусишь захочешь добрые дела делать а не сделаешь уже сегодня читали опять вошел человек в небрачной одежде как он туда попал толковательно говорят никак он туда не попал туда в рай вне врачной одежды не попадет никто это образно так сказано он называет его другом друг как ты пропал в себя то ли утрирует какой же он а потом а потом этого друга выбросьте во тьму внешнюю за что что такое брачная одежда мы должны быть одеты в добродетель все во Христа крестившиеся во Христа облеклись оделись а что Христос творил при жизни исцелял больных проповедовал слово Божие учил изгонял бесов воскрешал мертвых вот его добродетель была какая и мы христиане мы его последователи и наследники и мы должны делать так как он учил и не иначе то есть идти по окровавленным его стопам зная что нас будут за это гнать ненавидеть презирать плевать сегодня раздавал Евангелие и всматривался в лица людей которые отказывались принять как раз притча о званом пире сегодня читалось церкви то есть я зову на брачный пир у меня благая весь христос умер вас я хочу с этой вещью с вами поделиться ответ кто-то на поле на свое пошел кто-то сегодня сказал а у меня руки грязные я не могу взять давайте я вам сумку положу дома помоете почитайте нет ну а женщина я говорю вот это не может вместить почему так ну то есть она хочет за бога решать как богу спасать нас грешных она я ее поняла она хочет по-человечески чтоб ей было прямо вот это разжевано а божьего не вмещает еще просто-напросто ну да ну вот я не знаю по-человечески если она человек мы-то христиане мы не мстительные мы знаем из жития святых что когда враги там у женщины в одной убили сына или дочь я сейчас не помню и потом она их узнала и потом через какое-то время они встретились пришли к ней в дом и она их кормит она знает что это убийца они ее не узнали вот а потом она им сказала что вы убили моего сына и у них как говорится ком в горле встал а вот этой вот женщине то есть возмездие за грех смерть ну допустим он грех совершил человек убил твое дитя но ты по-человечески хочешь возмездия этому убийце чтобы он тоже лишился жизни чтобы он по крайней мере дальше никого не убивал других детей любой там скажет когда суд выносит приговор слишком мягкий 10 человек убил ему 5 лет условно кстати к слову сказать пусть не условно но это же не справедливо 10 душ это минимум 100 родственников плачет по этой душе а ему 10 лет по-человечески это же не справедливо а когда возмездие за грех смерть вернее справедливо когда око за око зуб за зуб это был ветхий ветхий завет все понимали что если я убью меня убьют если я овечку украду меня заберут и не делали этого зла как не вмещается не знаю не открывается бог пока наталья лена пусть считает толкование на пророка вакуума ей надо рассказать о двух природах Иисуса Христа чтобы было понятно вот Елена Гладыщук которая со мной сегодня сестра была на благовестии она пишет да точно и мне запомнились эти лица отворачиваются как от прокаженных напускает на себя такую хмурую маску очень мало кто улыбнулся единицы просто у детей светлые листва подростков тоже немало интересующихся либо просто равнодушных но не хмурых а вот женщины возрасте такие страшные страшные и на лице грех написан я даже одной не выдержал сказал покайтесь и не грешите прям вот лицо все в морщинах таких видно женщина пила долго или или в прелюбодеянии в каком-то или в абортах скорее всего это все прямо написано на лице что она такая видна иногда иногда бывает встречаешь лицо светлое чистое а здесь очень много женщин причем они с палками с этими лыжными ходят как они называются день здоровья тело свое да и вот они в таком уже возрасте от 50 до 70 и очень хмурые крашеные стриженные жирные и хмурые вот это вот матриархат недовольные да это вот матриархат злобные такие воспитанные такие сами себе скажем без царя в голове сами царицы вот мужчина со страхом отворачивается Лена пишет дальше им спрятаться хочется от нас тоже это заметил глаза опускают и вот как как будто знаете вот сам вид нас их уже обличает в их грехе они глаза опускают и уже чувствуется какая-то неприязнь к нам хотя мы ничего мы бесплатно предложили слово Божие а уже такая неприязнь и ненависть но она сегодня скрытая потому что власть во-первых такая небогоборческая что и Путин там с патриархом они дружны вот и Евангелие это по богословению патриарха Кирилла раздается и власти не не гонят ничто поэтому люди терпят но некоторые иногда не при мне а кто-то говорит придет наше время мы вам покажем какой-то коммунист один вот да люди со злобными лицами но я когда мелькает я все равно в этом городе живу я этот город люблю потому что может и пересиливая себя я принуждаю себя любить этих злых жирных женщин мне их жалко жалко что они не принимают я сам когда-то такой же был злой жирный мужик сам себе жил без христа жил для себя эгоист да вот тоже это было такое дети руки тянут за книгой матери по рукам бьют не бери отбирают у ребенка и возвращают мне ужас Лена Фауру пишет что сделаешь вот а у меня была мать тоже нет 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 ребенок схватил и мать у него не не отобрала он не дал я думаю благослови господи враги ваши домашние ваши так написано да занят я перезвоню вас не слышно а еще вопросы какие-нибудь есть новости новости может быть кто-то хочет поделиться значит у нас новость прооперировали брата Игоря Дагунова кто его знает удалили желчный пузырь умерла его мама он на похороны поехать не мог но в принципе у всех интернета есть все это на собрании говорилось батюшка нас на следующей неделе уезжает в отпуск на месяц вставляет нас дали ему верительную грамоту владыка что он не под запретом никаких канонических нарушений у него нет улыбается так все путешествующему положено кто в священном начале или даже на клирике кто путешествует я читал даже такие грамоты должны иметь вот что Игнать Тихонь звонил картошку прислал 6 мешков потеряя в Катеринте говорит глаз у него не болит благодарит но Виктор Андреевич говорит зря он отказался от операции то есть процесс еще и идет то есть нагноение не прекратилось надо было почиститься вот маму похоронили отпели Игоря Валентина ее сестра Марина просит у кого сердце расположено она верующая приезжала не раз к нам в Христовозвиженскую общину в Потеряевке в Потеряевке я ее не видел ни разу не помню во всяком случае может и была вот но вот в храме на Ползунова шесть неоднократно была умерла по-христиански отпели ее и брат Игоря в больницу попала как раз ни раньше ни позже его прооперировали но они до этого ездили прощались с ней так что там еще Игорь сестра занималась похоронами может быть даже лучше что Игорь не поехал он же говорит горячий у меня мог бы на похоронах что-нибудь сказать родственникам бы не понравилось поэтому так все тихо мирно прошло и просит 40 дней псалтир читать о рабе Божьей Валентине вот ну вот такие вот у нас новости очень мало сегодня осталось народу на занятия вот в субботу у нас молитва каждое утро в субботу смотрю пять тут у вас две сестры Ольга да Елена мы втроем молились все это всю неделю там Юра Кадушкин раз был вот а тут звоню обоим и обои как договорились не берут потом уже сестра одна дозвонился все уже 7 минут уже 6 мы вдвоем с ним помолились она первый раз читала сама вот медленно но видно что с душой читала молитв мне понравилось в всяком случае как сестра молилась вот спят пишет дети на ушах стоят до полночи спать родителям не дают проспали бывает у меня бывает и на раз замотаешься что-нибудь или в интернете чем-нибудь увлечешься таким интересным читаешь надидаешься я уже потому утром так вставая бабочка моя да здравствуйте я сейчас занят я вам перезвоню через 10 вот у Вольги литургия была в 5 утра литургия нет ну не в 5 полдевятого у нас к молитву то в 5 а смысле ты из-за того что у вас литургия поэтому мы же в воскресенье не молимся понятно теперь когда в храм идешь то утреннее правило не читается у нас такое правило вот ну кто расположен получается это в час по в час по Москве я звоню в эту группу и желающий помолиться у нас даже он с Украины брат Сергей Игнатов у них с Москвой по-моему нету разницы у них тоже ночь и он час ночи один раз участвовал с нами в утренней молитве ну что час ночи уже раннее утро посмеялся но приятно было он так почитал проникновенно и псалтири стопоклонную молитву вот еще бы конечно нам вечерние молитвы наладить но в связи с тем что у меня график такой в одно и то же время не не получается я не знаю например обнадежь у вас 10 молитв сам бывает до 11 работаю еще что может быть зря столько работы беру помолитесь об этом как сказано не должно вам пищись от стола а так хочется конечно и что было еще уделять нуждающимся заказал я кстати пришли молитвословы на русском языке что крайняя редкость есть очень много молитвослов тоже в русском переводе но они русскими буквами церковнославянский текст а здесь русский современный перевоз я вам уже показывал сегодня раздал так что есть возможность теперь у наших кто раньше молился на церковнославянском молиться на родном на русском о чем Игнатих Энч призывает не раз хотя бы дома что в храме там у нас пока ситуация не позволяет перейти хотя в интернете я видел петицию здесь в группе вконтакте сестра там выставляла подписали петицию прошение патриархам в России молиться на русском языке один комментарий написал бред то есть русские просят русского молиться на русском действительно бред вот такого бреда мы дожились этот бред защищают еще тоже общая знакомая вот эти мне битва слова заказывала забила в интернет на каком языке надо молиться ягодь много для себя узнал а вы забейте оказывается кто молится по-русски тот в ад попадет об этом священники самого нам возвещают это с ее слов я вам передаю вот так вот я заказал эти молитвословы сколько 17 13 30 штук 13 сегодня раздал так что ну а это редкость в интернете по-моему лабиринт у них называется если кому надо пишите я могу ссылку дать можете себе заказать но их по-моему уже нету я последний все забрал ну что благодарить Бога гостей обмещает что с美國 и достойна есть якова истину блажит и тебя Богородицу пресно блаженную и пренепорочную и матерь Бога наша честнейшую херувин и Ты славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Сестра Ольга, помолись. Господь и Бог наш, плава Тебе за возможность собираться вместе, исследовать Священное Писание в Святоотечественном толковании, за любовь к Слову Твоему и желание жить по заповедям Твоим, за наставника, священника и братьев рожденных свыше и их молитвы. Господи, будь милостив к нам, Гришна. Интернет, видать, пропадает у Ольги. А, микрофон у нее отключился. Над чем я остановилась там? Да, почти сразу уже отключился. А, братья и сестер, рожденные свыше за их молитвы? За много рожденные свыше души, а тем, кто не имеет еще этого рождения, даруй, Господи. Даруй, Господи, сохранить веру, любовь к Тебе и несоответственного пути до скончания наших дней. Даруй, Господи, добрых пастырей, чтобы служили как должно Тебе и пасту просвещали. Пошли, добрых сделатели, чтобы о Тебе знали всюду и возвещали имя Твое и славу Твое. Благодарим Тебя за тихое мирное время, продлирующие, дабы и родные и близкие люди, не знающие Тебя как должно, пришли к покаянию. Хвала Тебе, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. 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 Спаси, Христос. Спаси, Христос. Аминь. Спаси, Христос. Слава, Христос. Так, у нас занятие будет следующее в среду. irs. Аминь. Вittle, я так пошел в следующий cartoons. Вернение на всякий случай.